К примеру, я приехал, я купил здесь участок, где мы купим? Построился. Три семьи подготовки, крыши живут. Теперь с нас придут, развалят. А куда мне деваться? Кому податься? Кому мне податься? И кому жалуются? Возмущение, отчаяние и тревога. Многие жители поселка Загородный на грани нервного срыва. На каждого из них поступили исковые заявления от исправительной колонии номер два с требованием освободить федеральные земли. Фактически здесь подлежат к сносу 163 дома. Ход одно есть, бумага, которая меня, его, этих людей, которые предупреждали. Вы почему строите, на каком основании строите. Не было же этого совершенного. Строите. Девять руководителей учреждений, это в его глазах. Вот одна дорога, которая идет, и как дорога. Все дома вокруг здесь строили люди. Мария Анхирай Хаждахинова теперь должна снести свой дом, которым прожила более 50 лет. Еще в далеком 1969 году ее мужу это жилье предоставили с места работы, когда здесь еще была детская колония. Спустя полвека она получает письмо, что дом, в котором она провела большую часть жизни, подлежит к сносу. Когда это письмо получил время, у меня порог сердца чуть не остался. Инфаркт не получился у меня. Что, 40 лет, уже 70 лет у меня, 70 лет. Когда 16 лет он был, у меня я сюда пришла. С 1969 года живу здесь, вот это посолки, корени жительницы. Передо меня одного ребенка был здесь. Я знаю, только это ребенок. После этого, другие, после меня, наверное, здесь. Это что такое? Не работали, что ли? Аналогичная история и у Айшата Амирхановой. Квартиру в этом многоэтажном доме выдали их семье еще в 1975 году. Также администрация исправительной колонии. Я приехала сюда в 1975 году. Муж раньше приехал. Муж тоже в 1975 году, но месяц раньше был. Он работал здесь, в внутреннем войске. Я потом мне квартиру дали, вот эту, одну, двухкомнатную квартиру нам дали. И после этого здесь жили уже пятым детям уже столько лет до сих пор. Я не знаю, до сих пор ничего не было. Он тоже умер. Первые переезды в поселок начались еще в 1958 году, когда только основали исправительную колонию. Всем сотрудникам ИК-2 выдавалось жилье. Последний раз земельные участки были выданы в 2005 году. Но сейчас бывшие и нынешние сотрудники колонии, проживающие за городом, обвиняются в незаконном захвате федеральной земли. Мы обратились за разъяснениями в УФСИН. Ведомости ограничились письменным ответом. В связи с тем, что в настоящее время проводится работа по установлению собственников объектов незаконного строительства на земельных участках, принадлежащих исправительной колонии номер 2, на праве бессрочного пользования, а также личности и граждан, незаконно пользующихся земельными участками, подготовка видеокомментария по проводимой претензионной и исковой работе по истребованию имущества и чужого незаконного владения и сносу самовольно возведенных строений считаем нецелезообразным.